12 завершающая и мне кажется самая прекрасная глава книги экклезиаста по переводу российского библейского общества и прочитаю для библейского портала экзегет но смотрите про первую часть книги даже уже не хочу вспоминать такая набрачная ближе к концу экклезиаст как будто расшевелился но на самом деле он и раньше это намеками давал а теперь он разворачивает это в полный рост и говорит полный голос в одиннадцатой главе веселись юноша пока ты молод дни юности пусть радует себя твое сердце ступай куда влечет тебя сердце куда глаза твои смотрят но зная за все это приведет себя бог на суд радуйся жизни живи полноценно но помни о том что ты отвечаешь за принятые тобой решение совершенные тобой поступки и юность это все-таки здорово говорит экклезиаст хотя молодость и чернота волос пустое чернота волос то есть когда не лысина не седина что же будет потом вот экклезиаст явно пожилой человек оглядывается на прожитое и говорит о старости пожалуй самые пронзительные слова во всей библии да и в мировой литературе мало найдется таких же с юности помни творца то есть вот отношение человека с богом это собственно основное содержание его жизни радуйся жизни и помни о нем и дальше пока еще не настали злые дни и годы о которых скажешь не хочу их когда потемнеют и солнце и свет и луна и звезды едва пройдет дождь как снова надвинутся тучи когда стражники станут трястись и сильные скрючатся и те что мелют не смогут молоть слишком малых будет а те что глядят в окна уже ничего не увидят закроются двери на улицу и стихнет звук жерновов странная какая-то картинка какое-то странное селение да где стражники трясутся те кто мелют зерно не мерят ничего больше те кто глядят в окна это кто соседки что ли подглядывают непонятно но смотрите ведь это описание старости человеческой и судя по всему можно расшифровать это как жизнь самого человека потемнеет солнце и светлые звезды проблемы со зрением едва пройдет дождь как снова надвинутся тучи ну либо такое мрачное настроение либо даже какие-то более физиологические подробности о том что слишком часто надо выходить стражники станут трястись и сильные скрючатся вот старческая фигура походка да когда мышцы дряблые кости как-то вот искривляется осанка вот это все вот был человек такой вот богатырь а становится скрюченным сморченным ссохшимся трясущимся кстати да альцгеймер и те что мелют не смогут мало слишком мало их будет а кто у нас мелет зубы во рту слишком малых становится к старости молоть нечем те что глядят в окна уже ничего не увидят закроются двери стих не звук жерновов то есть жерновая может быть опять-таки зубы и или вообще вот такое закрытие от мира да вот чувства перестают воспринимать окружающий мир деятельность стихает до звук жерновов а может это вообще стук сердца или что-то подобное и человек вот запирается в собственном скрюченном неудобном бедном несчастном теле как как будто вот в тюрьме какой-то да очень печальный образ еще бы экклезиаст кажется имел причины жаловаться на жизнь будешь просыпаться от первого же крика птицы и все поющие смолкнут что значит все поющие смолкнут не очень понятно то есть со слухом очевидно какие-то проблемы устрашившийся высот а на дороге ужасы старый человек всего боится зацветет миндаль это жалеет кузнечика осыплется каперс возможно миндаль он белым цветет это седина про кузнечика каперс ну трудно сказать что имеется ввиду кузнечик может быть вообще одной из самых легких живых существ кузнечик станет для себя слишком тяжелым каперс ну говорят что возможно это афродизиак то есть средство которое вызывает желание мужчины и речь идет вот о том что уже больше не хочется никаких эротических приключений а может быть какие-то образы образы которых мы просто не знаем да в общем человек дряхлеет и знаете даже если не расшифровать это по строчкам зацветет миндаль отяжелеет кузнечика осыплется каперс какой-то красивый образ вот такого увядание ухода но одновременно это может быть даже и расцвет да цветущая миндаль это красиво седина бывает красивый человек уходит в свой вечный дом и плакальщики по улице кружатся уходят в свой вечный дом а это конечно смерть и смотрите это поразительно в этой книге экклезиаст говорил о том что все сходят в шиол там ничего хорошего ждать не приходится после смерти нет никаких радостей и это вечный дом вот как будто некое такое примирение с этой самой смертью то есть да мы здесь гости и мы возвращаемся домой помните день смерти лучше дня рождения что же хорошего да описано как все плохо накануне смерти но ведь это уход домой это возвращение туда откуда ты родом он не говорит больше ничего а это некий намек на который в ветхом завете ответа нет ну а пока ты жив и дальше очень красиво даже невозможно это расшифровывать по строчкам пока еще не порвался серебряный шнур и не раскололась золотая чаша не разбился кувшину источника и не обрушилась колесо над колодцем и прах станет пылью земной который был дух же вернется к богу который его дал кажется одни из самых красивых строк о смерти вообще во всей мировой литературе даже не буду объяснять ничего а просто перечитаю пока еще не порвался серебряный шнур и не раскололась золотая чаша и не разбился кувшину источника и не обрушилась колесо над колодцем и прах станет пылью земной которую был должен вернется к богу который его дал вот этот вечный дом он оказывается у бога и тут пустая чита сказал проповедник все пустое так видишь такого старичка который произносит вот великолепную яркую поэму и тут же надоело все это все ерунда полная да и мне кажется мы вот видим здесь его таким знаете ли немножечко ворчливым очень лиричным нежным и тоскующим по былой юности и вот за этой ворчливостью он прячет эти свои чувства может быть я ошибаюсь не очень живого его здесь вижу это пустая чита сказал проповедник все пустая не обращайте слишком много внимания на мою болтовню чего только старости не скажешь это все ерунда нет не все вот есть действительно песнь песни в библии гимн юности просто великолепный гимн есть такая элегия старости грустная но очень благородно о том что старость это не просто время угасания увядания ухода из этого мира но это какой-то очень важный период жизни человека ну и такое послесловие краткое проповедник был мудр проповедник он же когелет по древнееврейский экклезиаст по древнегречески то есть лирический герой этой книги ее первое лицо проповедник был мудрый еще учил народ он обдумал изучила собрал множество вречений искал проповедник меткие слова и слова истины записал он верно ну и дальше бывает эпиграф перед началом книги да здесь как бы даже уже не знаю как это назвать вот то что в конце книги речи мудрых это стрекала и собранные пословицы как колышки вбиты одним пастухом стрекала то чем подгоняют скот скотт он не шибко умен его надо подгонять в нужном направлении вот мудрец подгоняет простаков колышки вбиты одним пастухом либо коли шатра пастух он же передвигается он кочевник на что он ставит себе дом вбивает колышки потом натягивает веревки и раскидывает шатер может быть что-нибудь еще ну мало ли там ограду какую-нибудь он на колышки цепляет скотт огораживает любом случае этого дом он строит и астереги сын мой составляет множество книг конца не будет они по мирные усилия тебя утомят всего в меру одна из идеи экклезиаста в том числе смотреть совсем не длинная книга прище длиннее в два с половиной раза выслушаем заключение да должен же быть итог у книги а то мы столько всего в ней прочитали как-то не очень поняли про что все это вот вы знаете мне кажется на самом деле главные книги они не нуждаются в таком итоге на люди хотят вот людям нужно простой вывод конкретный вот вам будет простой вывод для тех кто не привык слишком мучительно думать над текстом вот сейчас очень кратко выслушаем наставление бойся бога и заповеди его соблюдай бы в этом весь человек всякое дело приведет бог на суд все сокрытое и доброе и злое это книга экклезиаста для тех кто ленится думать вот ее смысл бойся бога соблюдай заповеди и помни что ответишь на суде в том числе за сокрытые свои поступки мне кажется он сказал намного больше но не все в состоянии вместить вот это больше потом он говорил настолько цветисто ярко порой противоречиво человек противоречив любой человек сам непоследователен избивчив что в общем ну не нужно из этого делать какие-то глубокие выводы он еще раз напомнил нам вот пустое счета все пустое да то есть вот дуновение ветра и а вы вот прежний да вот бойся бога и помни об ответственности за то как ты живешь как тоже немножко разочаровывать этот вывод но можно всегда вернуться перечитать и задуматься представить перед собой этого человека убеленного сединами который понимает что жить осталось не очень долго которому совсем не хочется умирать но которым очень хочется поделиться главным что он открыл своей жизни и он это делает как умеет